Итак, конечно же, писядническое движение как по всему миру, так и в бывшем Советском Союзе, в Советском Союзе не осталось единым, однозначным. Писядническое пробуждение в Советский Союз пришло как бы с двух сторон. С одной стороны, через Одессу, через Воронаева, а с другой стороны, с скандинавских стран, это последователи Барата, о котором мы говорили, они принесли Евангелие и Весть о Пятидесятнице в Советский Союз. И тогда появилось сначала два союза, учением они практически не отличались, некоторой обрядовостью. У Воронаева во время причастия омывали ноги, да, моющие, омовенцы их называли, а те не мыли ноги, их называли немоющие, да, немоющие. Также, конечно же, я говорил, что вопрос о субботе вставал в различных христианских деноминациях, и появлялись субботствующие писядники, или было движение писядников-сионистов, которые, как бы, у них была идея вернуться в Израиль и там на Иллионской горе встретить пришествие Господа и так далее. Появились писядники-смородинцы по имени основателя, фамилии основателя Смородина. Мы называем их единственники, да, в Штатах такое же движение было, он ли Джизус, только Иисус. Они верили в то, что они исповедовали учение, которое раньше называлось савилианской ересью. То есть Бог сначала, это один Бог, и он просто меняет кепки, как бы, вот он сегодня Отец, потом он стал Иисусом, потом он стал Духом Святым, допустим, проявил себя как Дух Святой. Но это Иисус, это Иисус. Иисус Бог, и это правда, Иисус Бог, и мы верим, что Иисус Бог. Но они верили, что сам Отец принял образ Иисуса, сошел с неба, умер на кресте и страдал Отец. А в это время престол на небе оказался пуст, никого не было, не управлялось никем, он спустился в ад, воскрес и так далее. То есть они тоже не верят в триединства, как бы, и если они крестят, они не крестят во имя Отца и Сына и Святого Духа, а только во имя Иисуса Христа. Если кто-то крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа и пришел к ним в церковь, они будут его перекрещивать во имя Иисуса. Единственники. Единственники. Они есть до сих пор, на Украине более многочисленные, у нас малочисленные очень группы, там по 15 человек, буквально по 7, такие небольшие группы. В Штатах их больше гораздо. Хорошо. И давайте пойдем дальше. Напишите так. Первые пятидесятнические динаминации. Первые пятидесятнические динаминации. И мы запишем некоторые динаминации пятидесятнические, которые образовались тогда. Такие самые известные, самые большие, первые пятидесятнические динаминации. Одна из них называется Церковь Божья во Христе. Церковь Божья во Христе. Церковь Божья во Христе, большая пятидесятническая динаминация, на 90% состоит из темнокожих американцев. На 90% состоит из темнокожих американцев. Бывшие методисты, выходцы из методистов. Еще одна динаминация известная. Пятидесятническая церковь освящения. Тоже методисты. А, они почти все были методисты. Пятидесятническая церковь освящения. И они учили уже, они остались как методисты, но учили о трех благословениях. Первое, рождение свыше. Второе, освящение моментальное Духом Святым, как Уэсли учил. И третье благословение, это крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Из этой динаминации церковь освящения. Пятисятническая церковь освящения. Из этой динаминации вышел служитель Ти Эл Осборн, если знаете. Да, евангелист. Вот, он принадлежит к этой динаминации. Самая известная. Извините, я сейчас... Соскучились. Самая большая и известная пятидесятническая динаминация, это Ассамблея Божья. Знаете, может, слышали? Ассамблея Божья. Ассамблея Божья, да? Ассамблея Божья. Ассамблея Божья. Из нее вышли почти все известные служители современные. Орл Робертс, Бонни Хинт, тот же он из Ассамблеи выходец и так далее. В 2000 году, вот недавно, да? В 2000 году у них уже было по всему миру 35 миллионов членов. Они работают почти во всех странах мира. А работают почти во всех странах мира. И еще одна деноминация, не такая распространенная, не такая известная, но одна из первых пятидесятнических деноминаций. Основной успех у нее в США в самой и в Латинской Америке – это Церковь Четырехугольного Евангелия. Церковь Четырехугольного Евангелия. В Штатах, в Латинской Америке они работают. В Бразилии их очень много. Церковь Четырехугольного Евангелия. А я сейчас расскажу. Интересна она тем, что основатель ее женщина, может, вы слышали, тоже читали о ней Эми Симпл Макферстон. Эми Симпл Макферстон. Эми Симпл Макферстон. А ко мне какие претензии? Эми Симпл Макферстон. Вначале она выступала больше как евангелист. Люди приходили на ее собрание. Она была такой артистичной, театральной. Потом в своих проповедях ей подражала Кэтрин Кульман в каких-то вещах. В 1920 году у нее была своя церковь в Лос-Анджелесе. Называлась Лос-Анджелес Темпл. То есть храм Лос-Анджелеса. В 1920 году. Своя церковь в Лос-Анджелесе. И церковь была построена на 5,5 тысяч мест. Это по тем временам большое помещение. Сама церковь построить ее стоило. Полтора миллиона долларов. По тем деньгам. Это невероятные деньги. И у нее они были. На 5,5 тысяч мест. Эми Симпл Макферстон. Она не была богатая, а хорошие пожертвования были. Она одна из первых радиопроповедников христианских. У нее была своя радиостанция. Ее проповеди были такие вдохновляющие, зажигающие. И она все делала в таком театрализованном стиле. Допустим, когда она проповедовала о ките и ионе, сделали такие декорации большого кита с открытым животом. И она там внутри стояла и проповедовала. Или однажды она проводила евангелизацию для полицейских Лос-Анджелеса. И она на сцену выехала на мотоцикле с коляском, в перчатках этих. И такая встала и сказала, стоп, ты идешь в ад. И потом уже проповедовала. То есть она такие штучки любила. Конечно, в ее личной жизни были проблемы. Она несколько раз была разведена, жена замуж выходила. Были такого рода проблемы в ее жизни. Она первая женщина, христианка того времени, которая, скажем так, шла на пляж. Тогда не принято было, да? То есть не ходили христианки, женщины на пляж. Она шла на пляж, пользовалась косметикой. А сейчас, я не знаю, я не женщина. Хорошо. Эти вопросы вы сами уже обсуждаете там с вашим раввином, не со мной. Хорошо. Почему церковь называлась церковью четырехугольного Евангелия? Она была больше, я еще раз покажу, евангелистом. И поэтому вся ее вера сводилась к четырем доктринам. Первое, Иисус спасает. Второе, крестит Духом Святым. Третье, исцеляет. Четвертое, он грядущий царь. То есть придет на землю. Все. Все просто. Спасает, исцеляет, крестит Духом Святым. И вернется за нами. Грядущий царь. И дальше этого она не шла. Она не раскручивала, скажем так, теологию в своей церкви. И поэтому церковь называлась церковью четырехугольного Евангелия. Четыре угла. Она основала, хотя она сама была не учитель, но тем не менее основала библейский институт. Начала служение на корми голодного, которое сегодня очень популярно в мире. И положила начало современному типу служения. Идем дальше. Идем дальше. После Второй мировой войны в Соединенных Штатах, и потом перебрасывается это на Европу, начинается то, что в истории церкви современной называют пробуждением исцеления. Пробуждение исцеления. Это момент, когда истина о божественном исцелении, она открывается широко церкви. И в основном проповеди и евангелизации звучат об этом и строятся на этом. Почему? Ну, как бы, несколько причин, говорят. Первое, ну, и медицина была дорогая, и после Второй мировой войны, даже если люди не пострадали от нее физически, участвуя в боевых действиях, то все равно, ну, как бы, уровень здоровья людей был очень низкий в стране. И, как бы, это была такая ниша невосполненная, нужда была в этом. И Бог пришел в это. Первыми служителями исцеления были Вильям Бранхам и Гордон Линси. Вильям Бранхам и Гордон Линси, они оба из Ассамблеи Божьей. Вильям Бранхам и Гордон Линси, оба из Ассамблеи Божьей проводили евангелизации исцеления. И о Вильяме Бранхаме слышали вы, да, наверное? Да. Он сам выходец из единственников, и в конце своей жизни он и вернулся к такому пониманию, основал свою церковь, их сегодня Бранхамиты называют. Но на самом деле у него было серьезное евангелизационное служение, он двигался в дарах, причем так, как никто не двигался, он мог вызвать человека на сцену и сказать, ты живешь там-то, там-то, тебя зовут так-то, у тебя какой-то адрес, такой-то телефон. И говорит, ты веришь, что я человек Божий, иди ты исцелен. Человек уходил исцелен. И у него серьезное пробуждение было в Южной Африке, в ЮАР, в самих Соединенных Штатах. Но он не был учителем никогда. И он был такой непритязательный. Он говорил, дайте мне машину, одежду, кормите меня, чтобы было где переночевать, и все, мне больше не надо. В конце жизни он впал в заблуждение определенное, начал учить интересным таким вещам. Там, смотрите, в церкви есть различные дары, и дары дополняют друг друга, дары служат друг другу. Амин. И были в церкви братья, которые были учителями, были пасторами, и они нужны были Вильяму Бранхаму, чтобы созидать его жизнь христианскую, его характер. Он был выдающийся служитель, но он не мог обойтись без других. И когда ему говорили, что он в чем-то заблуждается, он примерно следующее отвечал, слушайте, когда вы будете те же чудеса творить, которые через меня Бог делает, тогда и поговорим. Это неправильно. И в конечном итоге он начал учить следующие вещи примерно, что как грех пришел в мир. Ева переспала с дьяволом, потому что написано, что Каин был от лукавого и родила от дьявола ребенка. И так вот грех вошел в мир, потом она переспала с Адамом и его заразила грехом. В общем, у него были определенные такие вот отступления. Он объявил все церкви церковью блудницей, только у него правильно. Это наименьшие заблуждения, которые были как бы в его жизни. И потом все хуже, все хуже, все хуже, все хуже. Хорошо. Гордон Линдси вначале помогал ему, он был хорошим служителем, хорошим пастором. И сегодня есть служение, называется комната исцеления, которая основана Гордоном Линдси, существующая до сих пор. У нас в Кишиневе зарегистрировано при нашей церкви, есть братья и сестры, которые занимаются этим. И мы видим результаты хорошие. В основном неверующие туда приходят. Они делали такие комнаты исцеления, куда могли люди постоянно прийти, чтобы за них молились. Это здорово, слава Богу. Они издавали журнал «Голос исцеления». И их ассоциация также называлась «Голос исцеления». Другие известные евангелисты исцеления были такие, Джек Коу, можете записать, Эй, Аллен, Джек Коу, Эй, Аллен, люди, обладавшие действительно даром исцеления. Знаете, мы все можем молиться за исцеление и видеть его, правда же? Но у этих людей был дар исцеления, то есть практически все, за кого они молились, они исцелялись. И у них было особое дерзновение. Допустим, Джек Коу мог во время проведения служения исцеления подойти к человеку, у которого был гипс и был сломан позвоночник шейный, сорвать этот гипс, взять голову и так начинать крутить, и человек исцелялся. Такие вещи происходили. Или там паралитика брать за руку и бежать вместе с ним, и потом отпускать, и тот бегал. То есть такие вещи происходили. К сожалению, некоторые из них закончили не очень хорошо, закончили падением. Эй Алан в конце жизни выпивать начал серьезно, тоже был отлучен от Ассамблеи Божией и проводил самостоятельные служения. Все хуже и хуже у него в личной жизни было. Почему? Успех приходил на несформированный характер. И человеколомало. Это примерно как служение Самсона. Дар есть, характера нет. Заканчивается все плачевно, к сожалению. Но, слава Богу, не все так закончили. И это классно. Также одни из самых известных евангелистов исцеления, это Томми и Дейзи Осборн, Тиол Осборн. Он не молился за исцеление каждого. Он просто проповедовал Евангелие и потом молился в конце. У него много случаев освобождения есть и так далее. Кэтрин Кульман, также известна как служитель исцеления. И Орел Робертс, которого называют дедушкой харизматического пробуждения. И у него есть институт, известный Орел Робертс. Он один из самых известных в США, этот институт. Даже в мультике про Симпсонов был такой эпизод, когда Симпсон у своего соседа, верующего, украл диплом Орела Робертса, вычеркнул его фамилию и написал свою. Гомер Симпсон. Закончил институт Орела Робертса и повесил. Это говорит о том, что человек известный и институт популярный. Если уже в мультиках высмеивают. Самое интересное, христианство всегда было связано с повседневной жизнью человека в Америке. И это хорошо, оно было доступным. И оно было на самом деле популярным. Допустим, над Кэтрин Кульман тоже посмеивались. Комики того времени пародировали ее, на тыкву возлагали руки, чтобы тыква исцелилась. Такие вот снимали комедийные вещи. Но это говорит о том, что Евангелие было доступно, оно было известным, да, и оно проникало в каждый дом. Амин. Хорошо. И, конечно же, служение исцеления привело к определенному результату. Много церквей пришло, людей пришло в церковь. В церкви вдохновились, восстановились. Формализм ушел, да. Люди переживали реального Бога. Видели, что Бог способен участвовать в их жизни. И, конечно же, были моменты, когда истина об исцелении доводилась до крайности. Но это происходит в любом пробуждении. И всякий раз, когда какая-то забытая истина восстанавливается, вначале она доводится до крайности, потом возвращается на круги своя и уже идет в таком сбалансированном положении. К 1960 году служение пробуждения исцеления утихает. 1960 год пробуждения исцеления утихает. Сегодня таким представителем этого служения можно бы не хино назвать, он как бы вот отголосок тех евангелистов этого служения. Пойдем дальше. Позже, во второй половине 20 века происходит то, что называют харизматическим пробуждением или движением позднего дождя. Харизматическое пробуждение или движение позднего дождя. И вы знаете, в отличие от нашей территории, в Европе и в Америке харизматическое пробуждение охватило в основном традиционные церкви. У нас как бы все неверующие были. У нас только в 1990 году все креститься начали. До этого, может быть, в последние годы перестройки, в последние годы существования союза, когда полегче стало, может быть, тогда. Но, а там же все верующие, все принадлежат какой-то церкви. Католической, литеранской, православной, пресвятырианской, кальвинистской, англиканской. И многие из этих церквей, они уже потеряли свой статус духовности. То есть они стали обычными организациями, как бы, да, такими общественными, хорошими клубами, что ли, неплохими. Но, тем не менее, Слово Божье там уже не проповедовалось. Рожденных свыше людей там практически не было. Но они традиционно считали себя верующими, потому что в детстве крестились и так далее. Чем отличаются протестантские церкви от евангельских церквей? Мы не крести младенцам, они крестили, да. И это рано или поздно приведет к проблеме, когда человек вырастает, чувствуя себя частью, как бы, какого-то прихода, типа верующим. Но, с другой стороны, отношений с Богом не имеют. Так вот, харизматическое пробуждение охватило, в основном, именно эти церкви. Оно не вышло из писятнической церкви. Оно двигалось параллельно, оно охватило те церкви. У нас в харизматическом пробуждении много выходцев там, допустим, есть из баптийских церквей, из писятнических церквей. И, конечно же, очень много людей новообращенных из мира, которые были неверующими. Там же это коснулось вот таких вот традиционно верующих людей. И потом на Европу перевалило. И, конечно, моменты, что человек, смотрите, человек считает себя верующим, Бога не знает. И потом он приходит к Богу, и нет тех форм сформированных. Уже те формы, которые были, лютеранские, православные, для него значения не имеют большого. А тех форм, которые сформировались в баптизме, писятничестве, для него тоже он о них и не знает просто. Он вот пришел с мира, познал Бога, и по этому харизматическому пробуждению, которое там в Штатах началось тогда, свойственно некая раскованность, такие свободные отношения с Богом, переживания радости, проявления эмоций такие, там танцы, смех, новые формы поклонения и так далее. Они как родились, потому что не было уже каких-то стандартов. И я упомяну несколько человек, которые были в начале этого пробуждения. 1942 год. 1942 год. Человек с фамилией Харальд. Лютеранский священник в Нью-Йорке. Человек с фамилией Харальд, лютеранский священник в Нью-Йорке. Крестился Духом Святым. Заговорил на иных языках, стал двигаться в дарах. И молился за крещение Духов Святым своего прихода. Члены обновлялись, все. Остался в лютеранстве, не вышел из лютеранства, остался в лютеранстве. Пойдем дальше. 1991 год. Он был так, как предтеча такая. 1991 год. В епископальной церкви, это ветвь англиканской церкви, но в Америке. Епископальная церковь, священник Деннис Беннет. Деннис Беннет. Священник Деннис Беннет. Деннис Беннет. У него церковь в Калифорнии. Церковь в Калифорнии. И в его приходе только такие, знаете, люди из высшего общества. Солидные, красивые, такие богатые. А он крестится Духом Святым, начинает двигаться в такой харизматической волне. Жалобы на него, конечно же. Он пытается людям это передать. И верхушка епископальной церкви снимает его сослужения. Но это даже не Европа, это же Америка. И поэтому некоторые, вот, например, газеты Times и Newsweek узнают об этой истории. А им же только дай что-то жареное такое, скандальчик какой-то. И они начинают раскручивать эту историю под названием «Дело Денниса Беннета». Вся Америка начинает узнавать, там, протесты, марши протестов. Оставьте священника в покое, дайте ему служить. Там не просто так в Америке, там не можешь делать все, что хочешь. И в конце, он становится популярным по всей стране, чуть ли не до суда доходит. И в конечном итоге его оставляют, но разрешают ему служить в епископальной церкви. Потом он переезжает в город Сиэтл, его ссылают. Оставить оставили, а сослали в город Сиэтл. И там есть маленькая церковь Святого Луки, такая, одна из самых неразвивающихся. Его отправили туда с целью, как бы, чтобы про него забыли. Со временем эта церковь в Сиэтле становится очагом харизматического пробуждения в Америке. То есть промахнулись, хотели сделать иначе, но промахнулись. И он делал таким образом. Он в воскресенье проводил литургию положенную, но у него была вторая часть богослужения. Потом был перерыв, он снимал с себя одежды, рясы и, в общем, двигались достаточно так, свобода. Еще несколько человек, запишите просто имена. Лэрик Кристенссон, тоже лютеранин, лидер пробуждения среди лютеран в 60-х годах. Лэрик Кристенссон, священник, лютеранин, тоже начинает двигаться в харизматическом пробуждении. Он лидер пробуждения среди лютеран в 60-х годах. И Роберт Витекер, он из консервативных пресвитериан таких, тех еще, что от Жанна Кальвина с той формой богослужения. Роберт Витекер, священник, пресвитерианец, тоже начинает двигаться в харизматии. У него проблемы с синодом своим, но в конце концов тоже с помощью общественности, с помощью того, что это дело стало известным, отстаивает свои позиции, ему разрешают проводить в пресвитерианской церкви харизматические собрания. И, конечно же, это коснулось большой группы людей, не христиан. И у нас в церкви преподавал брат один, он 17 лет был католическим священником в Америке. 17 лет. И когда вот было харизматическое пробуждение, его один раз пригласили на такую вот домашнюю группу, на встречу. Причем, знаете, что интересно, первые харизматические собрания там в Америке были такие. Там приходил человек с пресвитерианской церкви, один с методистской, один с баптистской, один с писяднической, один с парой католиков, один оттуда. То есть они были такие, смешанная солянка. И он попал однажды на такую группу. И знаете что, 17 лет будучи католическим священником, он родился свыше, там на этой группе, крестился Духом Святым. И не собирался уходить из католицизма вначале, но потом изучал Писание, у него интерес к Писанию проснулся. Он изучал Писание, сравнивал это с моментами в католической церкви. Потом он пришел к кардиналу и говорит, я не могу оставаться в лоне католической церкви, потому что то, чему она учит, не соответствует Святому Писанию. Он ушел, и он уже пожилой человек такой. Он сегодня пастор в Америке, ездил на старости лет с женой-миссионером в Гондурас. Такой дядечка подорванный. И вначале харизматические служители были в различных церквях. И это поощрялось даже, это было модно. Но потом были некоторые отклонения, были заблуждения, была просто неприязнь, конфликты какие-то. И многим из них пришлось выйти из динаминационных церквей. И даже сегодня в США они не называются харизматические церкви, они называются независимые церкви, допустим. И, конечно же, много неверующих это зацепило также и увлекло. Напишите так, 1967 год. 1967 год. 1967 год. В городе Питтсбург, в Пенсильвании. В городе Питтсбург, Пенсильвания. 25 молодых студентов-католиков получают крещение Святым Духом. 25 молодых студентов-католиков получают крещение Святым Духом и молятся всю ночь. Оттуда это пробуждение расходится на католические университеты. В основном оно вначале цепляет студентов. Этот вопрос обсуждается на высшем уровне в католической церкви. И как бы католическая церковь дает зеленый ход пятидесятницы в католицизме и харизматическим проявлениям. Не особо ратует, может быть, за его распространение, но тем не менее определенную свободу дает. И сегодня в католицизме очень много есть харизматиков. Особенно в Польше, на территории Италии, и в странах Латинской Америки, и в США. Очень много исповедующих харизматию католиков. Слава Богу. И сегодня почти миллиард людей в мире – это католики. Почти миллиард, да, из шести с половиной миллиардов. Из них девяносто два миллиона считают себя харизматиками. Так что вот такой вот момент. С 1985 года начинается стремительный рост христианства и проповеди Евангелия по всей земле. Начинается стремительный рост и проповедь Евангелия по всей земле. Интерес к миссионерству вновь возрождается очень серьезно. Миссионеры отправляются всюду. Особенно у людей с доктриной пятидесятничества, верящих в крещение Духом Святым и в проявление даров Божьих. У них есть серьезный успех в миссионерстве. Хотя сегодня еще остаются недостигнутые народы, да, только в одной Индонезии есть около тридцати народностей, которые никогда не слышали Евангелие. Так что трудиться есть, идти к чему есть. Христос говорит, что когда каждый народ, каждая народность, каждый этнос, не говорится о каждом человеке даже, а в каждый этнос проникнет Евангелие, будет услышана Евангелие, тогда придет конец. То есть мы, по сути, завязаны с этим, да, и во многом от нас зависит, скажем так, его пришествие, правда же? То есть Господь как заключил с нами определенный такой момент. Но знаете, есть такая статистика, что во второй половине двадцатого века, это вторая половина прошлого века, да, мы уже в двадцать первом, все никак привыкнуть не могу, но тем не менее. Во второй половине двадцатого века спасенных людей было больше, чем верующих христиан за все две тысячи лет этой истории. Но и мучеников за Христа погибших было также за прошлое половину столетия, было больше, чем за всю историю христианства. Конечно же, это связано с тем, что человечество растет невероятно, но и с тем, что все-таки Евангелие распространяется. Слухи о том, что ислам растет быстрее, чем христианство, это неправда. На самом деле, евангельские христиане сегодня самые быстрорастущие в мире. То есть, так есть. Есть такие люди, которые занимаются всякого рода статистикой, высчитывают им интересно, и они говорят, что если Евангелие будет проповедоваться сегодня так же, как дальше проповедоваться сегодня, с такой же скоростью, то к 2020 году весь мир услышит Евангелие. Но мы не делаем таких расчетов, мы не вычисляем, мы оставляем это Господу, да. Его дело знать времена и сроки, не наше. А наше дело просто выполнять Божью работу. Амин. Но есть еще один момент. Сегодня также статистика говорит, что по миру в церквях есть следующие цифры. 20% членов церкви выполняют работу всех остальных. И 80% делают там работу процентов на 20. Так, расслабляются. Если мы говорим о моравских братьях, что каждый 12-й шел на миссию у них, каждый 12-й, то сейчас, если взять такую статистику, из полторы тысячи один человек идет. А, из полторы тысячи, если я не ошибаюсь, человек становится служителем, а на миссию один там вообще из 15 тысяч что ли идет. Вот сегодня такая статистика в мире. Вы знаете, в наших силах что-то изменить. Поймите, каждый из нас не изменит, может быть, я лично мир глобально, но, по крайней мере, я могу его менять рядом с собой. По крайней мере, я могу зажигать людей, идеи миссионерства, идеи проповеди Евангелия. У меня такой момент, что все, кто меня возили когда-то, они все сегодня хотят, ну, меня возил один брат, как водитель, Руслан Елисеев. Сегодня он с супругой, мы уже делаем им вид на жительство, они едут в Галац, начинают там церковь, будут служить там. Еще один брат был, Евгений Петракий, вот он мне звонил, за мной приедет. Они тоже с женой поменяли пять мест обитания были в церквях, там помогали по одному году. И в дальнейшем тоже видят себя на миссии, видят. Еще один брат у нас есть, Сережа Сырба, в прошлый раз с нами приезжал, у него есть там некоторые проблемы. Но он видит себя также на миссии. Я не говорил им, все, ты должен. Они просто ездили со мной, видели, что я делаю, и теперь сами хотят. И это хорошо, я теперь постараюсь, чтобы почаще у меня те, кто рядом со мной менялись, помощники, водители и так далее. Мы можем делать, быть примером, мы можем в своей жизни сделать хоть что-то. Мы можем изменить людей, находящихся вокруг нас. И если, представьте, сегодня, если всего 20% церкви делают 80% всей работы, и такой успех в христианстве. Представьте себе, если бы свое призвание осознали, пусть на месте, не все поедут к миссионерам, это же не вопрос, да? Но пусть люди, если бы все 100% осознали свое призвание и действовали во всей его силе, исполняли его на все 100%, насколько больше была бы Божья слава здесь на земле. Амин? Слава Богу. Хорошо, итак, мы подошли к концу историю церкви, но я верю, что история церкви не закончена. Она еще пишется, амин. И вы являетесь теми, кто продолжает ее писать. Да?